Партнер программы. Сеть магазинов Абсолют. Субтитры делал DimaTorzok Снижение тарифов на электроэнергию в Бурятии. Сегодня в столице прошло расширенное заседание Общероссийского народного фронта, главной темой которого стало обсуждение одного из самых актуальных вопросов на сегодня для всех жителей республики. За круглым столом собралось большое количество людей из самых разных сфер деятельности, которые так или иначе связаны или заинтересованы в снижении энерготарифов. Подробности далее. Жители Бурятии не должны платить за электроэнергию в два раза больше той суммы, которую платит вся страна. Такими словами открыл сегодняшнее заседание специальный гость из Иркутска Николай Николаев. Напомню, вопрос по уравниванию тарифов с соседними регионами стоит ребром уже много лет. Так, с 1 июля плата за электричество в Иркутской области равна 97 копейкам за киловатт. В Забайкале установлена цена в 2 рубля 76 копеек. В Бурятии же 3 рубля 5 копеек. Нам самое главное это добиться результата для населения, для жителей республики Бурятия. А этот результат будет прежде всего это снижение платы за электроэнергию. Каким образом это будет произведено? Можно много как тонким ценителям формирования тарифов или тонким ценителям вообще как формируется и как работает энергетический рынок. Но людям-то главное не это. Людям главный результат, а именно какие суммы они платят из своего кармана за электроэнергию. Тарифы в Бурятии высоки не только для населения, но и для промышленности. По итогам прошлого года плата за электричество для юридических лиц была выше в 2,2 раза, чем в Приангарии и на 50% выше, чем в Забайкале. Вдобавок мы отстаем и по ВВП. Зарабатываем меньше всех, соответственно, меньше можем позволить себе потреблять энергии. Мы подходим к краю платежеспособного спроса. Дальнейшие эксперименты с этим могут обернуться либо значительным снижением потребления, то есть еще большим свертыванием промышленности и уходом населения на каменный век, отказом от электроэнергетических услуг, что, конечно, сложно, либо другим проблемам. Несмотря на то, что в нашей республике рост тарифов на коммуналку с 1 июля был одним из наименьших по сравнению с другими регионами около 4%, Бурятия сегодня стоит на третьем месте по величине тарифа среди 12 регионов. По мнению экспертов УНФ, ситуация для населения республики никак не изменилась, можно даже сказать ухудшилась. Сегодня затраты одного человека на электроэнергию в Бурятии практически в 5 раз больше, чем в целом по Сибири. Доля прожиточного минимума на душу населения по оплате за электроэнергию в республике составляет 2,76%, тогда как в среднем по СФО она равна 2,13%. Если мы получим снижение тарифа на эти 22,8% и приведем затраты населения в потребительской корзине на электроэнергию хотя бы к среднему уровню по Сибири, наш тариф составит 2 рубля 356 тысячных. Ну, это снижение. И тем не менее он не будет самым низким в Сибири, он будет одним из средних. Активистами ОНФ был подготовлен проект резолюции, в который включен ряд предложений представителям исполнительной и законодательной ветвей республиканской власти. Основные рекомендации – снизить затраты в сетевых компаниях и разработать новую энергетическую политику региона. Александр Иванчиков, Наталья Домбаева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная. Какова задача ОНФ решения вопроса по уравниванию энерготарифов? Чего жители Бурятии ожидают от народных фронтовиков и на что необходимо обращать внимание в первую очередь при изучении тарифообразования? На эти вопросы ответил активист ОНФ Николай Николаев. Далее сюжет без комментариев. Я вот сейчас смотрю, мне дали большое количество документов, ответы РСТ, заключения экспертов, еще что-то, они все разнятся. Мне кажется, что здесь очень важно, тем не менее, добиться того, чтобы ценообразование было максимально открыто, максимально и публично, чтобы каждый из нас смог понять, а где формируется основная сумма, которую платят с точки зрения ценообразования, которая идет в нагрузку для всех жителей Бурятии. Здесь вопрос не в моем приезде персонально, потому что у меня нет ни волшебной палочки, ни какой-то там пилюли, у которой есть замечательные рецепты, все сразу срастется. Мне кажется, что здесь очень важная функция Общероссийского народного фронта, чтобы, в конце концов, во-первых, усадить за один стол всех участников этого процесса и сделать вот эти вот переговоры и обсуждения максимально публичными и максимально открытыми. Я же не чиновник, который принимает решения в службе по тарифам или в министерстве и так далее. У нас задача добиться того, чтобы эти решения все-таки были приняты. Пока, на сегодняшний день, мы видим, что уже год от года ничто не происходит. В основном все это какие-то вопросы, ответы, споры по тому, виноваты сетевые компании или не виноваты, или еще что-то. А нам, на самом деле, вот важно, мне кажется, вот для нас, как для членов Общероссийского народного фронта, мне кажется, очень важно не столько углубляться в какие-то тонкости ценообразования, потому что, согласитесь, этим должны заниматься специалисты, которые получают за это зарплату, те чиновники, которые сидят, да и обязаны, соответственно, регулировать этот вопрос. Нам важно поставить задачу и контролировать ее исполнение с точки зрения конечного результата. И мы не должны оставлять эту тему до тех пор, пока правительство Российской Федерации, и пока правительство Республики Бурятия не найдет решение, которое бы удовлетворяло население Республики Бурятия. Для нас важно сохранить уровень общего платежа, то есть суммарно, что платит человек за квартиру, за ЖКХ и так далее. Когда нам говорят о том, что сделаны шаги, которые направлены, например, на ограничение роста коммунальных услуг, цены на коммунальные услуги, мы проводили соответствующие мониторинги, обращали внимание, что существующее законодательство, к сожалению, позволяет, вне зависимости от этих мер, которые приняты правительством, поднимать цены на коммунальные услуги в два-три раза в отдельных муниципалитетах. Есть этот механизм. Насколько он объективен, насколько он правильно используется, это большой вопрос, потому что целый ряд муниципалитетов, я говорю сейчас не о Республике Бурятия, а в целом по стране, действительно принимают какие-то беспрецедентные решения, и в результате у людей подскакивает общая сумма, которую они платят за квартиру, в два-три раза. На наш взгляд, это неправильно. И в продолжение энергетической темы. Одни ратуют за снижение энерготарифов, другие же категорически против. Так, недавно посетивший республику директор Интерао Управления электрогенерации, в состав которого входит Гусенозерская ГРЭС, заявил, что никоим образом не поддерживает идею по выравниванию тарифов. Мы считаем, что рынок электроэнергии – это одно из величайших достижений реформы электроэнергии. Он в боях сложился таким, каким он сложился. И в целом мы и страдаем, как я вам рассказал, одновременно от того, что это рынок. Иногда выигрываем от того, что это рынок, но не сейчас. И не поддерживаем любую инициативу, связанную с отходом от рыночных принципов. Любое выравнивание, перекрестное субсидирование мы уже проходили, потом долго, мучительно, годами разбирали его, так как в целом все эти схемы в долгосрочной перспективе не работают. Снижение тарифов не поддерживает, зато модернизирует Гусенозерскую ГРЭС. В течение последующего года градообразующее предприятие ждет масштабная реконструкция. На станции будет модернизирован паровой котел энергоблока для сжигания более широкого диапазона углей. Кроме того, побочным эффектом будет то, что блок сможет сжигать не только местные угли, но и уголь нашего собственного разреза, развиваемого на территории Бурятия и Киноключевского, что позволит резервировать поставки угля и иметь дополнительную надежность. Интерао планирует потратить на Гусенозерскую ГРЭС около 300 миллионов рублей. По словам директора предприятия, модернизация позволит добрать на энергоблоке мощность и снизить расход условного топлива. Двигаемся далее. Чужая энергетика или чужая экология – один из самых обсуждаемых вопросов в последнее время. Речь идет о строительстве монгольской ГЭС, работа которой может негативно сказаться на экологии Байкала. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе республики Вячеславу Наговицыну с просьбой оказать содействие в проведении так называемых общественных слушаний по этому вопросу. Напомню, в конце июня была создана специальная рабочая комиссия по подготовке осенних обсуждений. Как сообщил министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов, комиссия уже приступила к работе. Мы хотим говорить о региональном отрицательном воздействии на экосистему. Мы хотим говорить не только о строительстве ГЭС-ШУРЭН. Мы хотим говорить о строительстве трех гидротехнических сооружений. И мы хотим понять кумулятивный эффект. Монгольская сторона нам представила на рассмотрение несколько районов, в которых они планируют провести. Мы хотим эти предложения подкорректировать. Ну и провести общественное обсуждение. Общественное обсуждение по проекту «Монгольская ГЭС» в бассейне Селинги пройдут на территории Бурятии во второй половине сентября 2016 года. Пустующая Европа. Грандиозный жилой комплекс не оправдал ожиданий застройщиков. На сегодняшний день часть квартир и домов отданы в счет долга банку. А на месте планируемой гостиницы, возможно, появится торговый центр. Подробнее расскажет наш корреспондент Будамунхоев. Кризис добрался и до Европы. В скором времени элитные дома и квартиры уйдут с молотка в счет долга банку. А ведь как красиво все начиналось. 2014 год. Пышное открытие, масштабный проект. Здесь есть все и даже немножечко больше. Красиво, со вкусом и очень дорого. По словам экспертов, настолько дорого, что застройщику элементарно некем заселить жилой комплекс. Задумка строительства такого жилого элитного комплекса, как Европа, очень хорошая. В городе Уланды ничего подобного не было. Когда Европа строилась, была хорошая экономическая обстановка. На рынке недвижимости в городе у нас были люди, которые могли себе позволить. Но, тем не менее, также были те, кто уже на тот период приобрел подобного рода недвижимость. Пусть не у нас в городе, где-то в других городах, даже за границей. Застройка началась еще в 2011 году. В те относительно благоприятные времена застройщиков не пугали слова о грядущем экономическом кризисе. Золотое правило нашей кривобокой национальной экономики гласит. Все, что не делается в России, ведется к повышению цен. Попробуйте вспомнить период, когда в Бурятии падали цены на жилье. Никогда. Ни в кризис, ни после него. Даже золото и то не может считаться надежным вложением. Обещанный кризис больно ударил по рынку недвижимости и по кошелькам даже самых богатых горожан. Сильные мира сего умерили свои аппетиты и теперь застройщики выкручиваются как могут. Большое количество виллхаусов осталось не распроданное, остались не востребованы. Плюс была задумка же, чтобы там была еще гостиница. Теперь эту гостиницу строят, переделали в жилой дом многоквартирный. Первые этажи в торговый центр. Торговый центр вообще там, мне кажется, на Верхнеберезовке будет не востребованный. Вывод один. Наш город был просто не готов к такому грандиозному проекту. Особенно на фоне нынешней экономической обстановки. Компания-застройщик своего рода первопроходец. А как известно, им приходится в разы сложнее. Будамонхоев, Вячеслав Батоев, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная. Улан-Удэ не прошел дресс-код. К юбилеи города решили прихорошить здания, несущие историческую ценность. Избавиться от громудских вывесок, привести в порядок фасад. Подробности далее. Скоро юбилей города, а часть зданий не отвечают праздничному настроению. Один из примеров того, как все должно выглядеть – площадь революции. Мы сегодня присутствуем на площади революции. Мне очень бы хотелось отметить те здания, на фоне которых мы с вами стоим. Это универмаг центральный, стоматологическая поликлиника. Это те руководители, которые, наверное, болеют за свои коллективы, любят наших горожан. Здание предприятий выглядит и впрямь, как на обложке – свежо и опрятно. Никаких нареканий. Но если взять, к примеру, театр Ульгер, картина противоположная. Граффити на стенах, фасад здания обшарпан. Но по некоторым данным здание все же ремонтируют. Еще один камень в сапогах у городских дизайнеров и архитекторов – это различные вывески на фасадах разного рода предприятий. Проще говоря, все таблички и надписи должны соответствовать так называемому дизайн-коду. Такая практика уже давно работает во многих городах. До Улан-Де такое новшество только доходит. Пока без видимых успехов. Над лицом города стоит поработать усерднее. Возмущает у нас, конечно, неуважение собственников, арендаторов к фасаду здания. То есть вывешивают на фасаде здания все, что подряд, лепят все, что подряд, кто что-то вздумается. Дело в том, что фасад здания, да, она не принадлежит, грубо говоря, к собственнику. Это фасад всего города. То есть фасад – это лицо всего города. Удивительным оказался факт того, что не по фэншую стоял даже привычный для всех вагончик с фастфудом. Она не вписывается в среду городскую. Уроду идиот. Ну а как же люди все-таки хотели сделать свой бизнес, то есть кормить людей хот-догами, пирожками? Ну, для этого есть много торговых точек, где можно это все спокойно кушать. Не обязательно на углу исторического памятника. Ну, здесь же много людей ходит. Ну, везде ходят люди. Не обязательно там возле этого здания. Ну, просто, я не знаю, поставить можно возле другого здания, который не так ценен, как дом купца Капельмана. Для частных компаний, что не прислушиваются к предписаниям, существует административное наказание. Любая новая вывеска должна согласовываться с отделом городского дизайна. А что касается других зданий, которые несут историческую ценность, за них пока не берутся. Деревянным домам в самом центре города, видимо, придется потерпеть. Сложность в том, что это определенное финансирование и определенное, значит, подходы. Потому что, если мы идем, говорим уже не просто так о фасаде зданий, это о реставрации. Это определенное, значит, требование к деревянным этим конструкциям. Все это надо снимать, все это надо проводить экспертизу, фотографировать. То есть, затраты это в разы, в разы большие. Как всегда, денег нет. Добавлю, что на ремонт здания народного хурала потратили около 3 миллионов рублей. А на внутренний ремонт администрации города около 2,5 миллионов. Ждем юбилея города. И пускай будет неповадно всем, чьи вывески висят не по фэншую. Бадамон Хоев, Юрий Шабаганов, первая альтернативная. И коротко о других новостях. Народный хурал сократят. В Бурятии 22 депутата могут покинуть республиканский парламент. Соответствующий законопроект народные избранники рассмотрят уже на сессии в сентябре. Инициаторы считают, что это позволит сэкономить бюджетные деньги и поспособствует более эффективной работе депутатов. Сегодня в Народном хурале действует 66 депутатов. Засуха атакует. По всей республике ведут режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. 70 тысяч гектаров сельхозкультур на сумму 380 миллионов рублей погибло. На сегодня обследуются посевные площади, ведется поиск мест для сготовки сена, определяются поставщики кормов. Напомню, в 14 районах Бурятии в связи с почвенной засухой уже объявлен режим ЧАЭС. До Байкала за полтора года. Именно столько времени понадобилось пешему туристу из Выборга, чтобы добраться до Бурятии. 22-летний житель Иваново Илья Фролов стартовал из Ленинградской области весной прошлого года. Чтобы добраться до Владивостока, мужчина должен пройти 10 тысяч километров. Большую часть маршрута он уже преодолел. До Улан-Удэ Фролов планирует добраться 2-3 августа. А далее обзор происшествий за минувшие сутки. Воспользовалась доверием. В Печурском районе главный бухгалтер одного из поселений начисляла себе повышенную зарплату. Обманывая главу поселения, главбог подписывал электронной подписью документы для зачисления зарплаты на свою карту сверх положенного. Таким образом, она похитила более 85 тысяч рублей. Утонул в бане. В Хуринском районе полуторагодовалый малыш утонул в 30-литровой бочке в бане. Мальчик играл с водой и уронил на дно бочки мыльницу, пытаясь достать предмет. Он подскользнулся и упал в воду. Тело мальчика обнаружил его 12-летний брат. Спасти ребенка не удалось. В семье мальчик был самым младшим, седьмым ребенком. Дорогой подарок. В Бурятии женщина угнала автомобиль после ночи с незнакомым мужчиной. 39-летний Улан Уденец познакомился с девушкой, которую пригласил в гости. Проснувшись утром, он обнаружил, что ключи от автомобиля и телефон пропали. Позже авто нашли в поселке аэропорт. За рулем находился 33-летний мужчина, который сообщил, что машину ему доверила знакомая, сказав, что это подарок от бывшего возлюбленного. Женщина задержана, ведется следствие. Журналист меняет профессию. Министерство внутренних дел предложило журналистам попробовать себя в роли полицейских. На дежурство вышли 10 работников пера. На выборы предлагали самые разные специальности, от сотрудников ДПС до криминалистов. Наш корреспондент Галина Соболева примерила на себя роль участкового. Иди отчет с дежурства в следующем сюжете. Быть помощником участкового – дело нелегкое, но интересное. Погружение в новую профессию началось с развода. Мы получили ориентировки и отправились на смену. Подведомственная территория – поселок Загорск. Первым делом участковый получает отметку о заступлении на смену и служебную машину. После прохождения формальности мы отправляемся непосредственно на свой участок. Вот мы уже получили наш первый вызов. На улице Чайковского совершена квартирная кража. Сейчас мы будем делать поквартирный обход, опрашивать свидетелей. Может быть, кто-нибудь что-нибудь видел. Будем пытаться узнать подробности. Сначала узнаем, переговорим с потерпевшими. Узнаем, что похищены, в какой период времени. И каким способом проникли в квартиру. Либо через дверь, либо окно. Ну а далее будем отрабатывать живомассив, прилегающий соседей, то бишь, ну и по подъезду. А также противоположные дома, которые в этот и в тот, по крайней мере. Вот здесь уже поработал эксперт. Преступники проникли в квартиру через окно. И вот отсюда украли телевизор и ноутбук. Я пришла с работы. Полпятывали во сколько? У вас уже машины-то все стояли здесь. Так что у нас дома-то не было. А ушли во сколько на работу? Ушла. Ой, в 6, в 6, в 6, в 6.15. Который я тебе сказал на революцию. А на обед не ходили? Ну нет, конечно. Да, да. У меня ребенок был дома, ну вернее приходил. Где-то он в 3 часа, он ходил в парикмахерскую, где-то в 3 часа он пришел в парикмахерскую. Дву до трех, наверное, в парикмахерской был. А ребенок дома ходил? Нет. Приедем, наверное, через час только в магазин. В общем-то, вопросы стандартные. Появлялись ли в доме подозрительные личности? Есть ли в подъезде кто-то, кто постоянно бывает дома и мог все видеть? И обязательно нужно спросить контактные номера телефонов. Шаг номер три. Нужно отработать подозрительных лиц, которые уже себя плохо зарекомендовали. Например, вот сейчас мы разговаривали с человеком, который уже был судим за квартирную кражу. С вчерашнего дня у нас знакомые с ребенком сидели. Она на работе была. По какому адресу? По какому адресу? Да вот на даче. Она подтвердить может, что ты действительно до 2 часов там сидел, а не где-то шарахался. Так. Так. Шестая, седьмая дорожка. И 49-го. Так как он, ну, все ранее судимый за тяжкое преступление, в котором отработка преступления и проверяем причастность. Ну, может у него дома еще кто-нибудь будет. Ну, друзья его или там, субботырники еще кто-то находятся. Может они располагают какими-либо, ну, либо сведениями о преступлении. Ну, либо о лицах их совершивших. Работа для участкового может найтись и прямо на улице. По дороге от информатора в опорный пункт полиции мы встретили нетрезвых прохожих. Свою неуверенную походку они объяснили нам очень просто. Может у нас ноги болят? Ноги болят? Да. Вы цеплялись? Нет. Как садились? Ну, вы-то явно у нас сегодня выпивали. И по лицу видно, и по запаху, и штанишки чумазненькие. И весь вид такой у вас неприглядный. В случае, если пьяный прохожий начинает вести себя агрессивно, его могут задержать. И тогда участковый вместе с дебоширом отправляется в опорный пункт полиции для составления протокола. Вот так вот тяжела и разнообразна работа участкового. Иногда приходится ловить преступников, а иногда просто оказывать психологическую помощь. Вы еще не знаете своего участкового? Тогда мы идем к вам. Галина Соболева, Александр Лупсанов, Первая альтернативная. Куда уходят народные деньги? Вашему вниманию рубрика «Госшопинг». Будамон Хоев, «Госшопинг». Здравствуйте. Вода – источник жизни. Она же в переизбытке – один из источников бед нашего города. Например, по улице Трубачеева. Вспомните сами, каждое лето одна и та же картина. Видимо, по этой самой причине на сайтах госзакупок размещен очень интересный лот. Называется лот «Ликвидация места скопления воды на участке автомобильной дороги по улице Трубачеева в районе дома номер 12». Эпичное название. Стоимость 2 миллиона 450 тысяч 10 рублей. Работы предстоят масштабные. А все потому, что вода чует людскую слабость, пользуется ею. Никаких поблажек лужам по улице Трубачеева. В бой бросают силы десятков рабочих и самой разной строительной техникой. Грейдеры, самосвалы, катки, бурильно-крановые машины. Собираются обустроить газоны, тротуары, железобетонные лотки, водосборные колодцы, ну и много других разных дорожных штук. Работы немерено и дело благое. Но интересно вот что. Летом 2014 года на эти же самые нужды потратили около 1 миллиона 976 тысяч 156 рублей. В 2015 году эта сумма резко возросла до 8 миллионов 1 тысячи 532 рублей. Суммируя три последних года мы получаем 12 миллионов 427 тысяч 698 рублей. 12,5 миллионов на ликвидацию мест скопления воды. 12,5 миллионов ликвидация, вода. Может все-таки стоит задуматься о том, чтобы не тратить такие большие деньги из года в год. Но зато потратиться один раз можно и побольше. Да так, чтобы такая ситуация в дальнейшем не повторялась. А теперь поговорим о местах для отдыха горожан. К юбилею города наши власти основательно взялись за парки. Причем еще с конца 2013-го. Уже на протяжении нескольких лет реконструируют парк Орешково, на который потратили свыше 120 миллионов. И парк юбилейного, о котором мы с вами сейчас и поговорим. Как вы думаете, чего не хватает парку юбилейного? Ну конечно же зона для чайных церемоний. Наконец-то она у нас появится. Я же каждый день в парке хожу, чтобы чайку попить. Дома-то я этого сделать не могу. Потратят на это удовольствие около 185 тысяч рублей. Добавлю, что на реконструкцию парка юбилейный уже потратили свыше 90 миллионов. А теперь вот знаете ли, опомнились, забыли, что чайную зону-то надо достроить. Прям сплю и вижу, как по ночам в парке местная молодежь устраивает чайные церемонии. 185 тысяч на зону для чайных церемоний – это много или мало? Решайте сами. Главное, конечно, чтобы эти суммы были не напрасны. 90 миллионов, ну просто обязаны оправдать ожидания горожан. Пускай город становится краше. А с вами был Гош Шоппинг, Будам Мунхоев. Еще увидимся. Семь самых интересных вопросов, которые вы мне зададите, прозвучат в эфире и на которые я должна буду отвечать честно. В этой программе вы становитесь ее соавтором. И насколько интервью будет интересным, зависит только от вас. Делаем телевидение вместе. Вопросы можно задавать в нашей группе ВКонтакте, под записью в нашем профиле в Инстаграме и, конечно же, анонимно на сайте bycaldefisa.ru. Вопросы принимаются до 22.00, 28 июля. И на этом у меня все. Смотрите новости на АТВ и будьте всегда в курсе всех событий. Для вас работала Наталья Домбаева. Всего доброго и до скорых встреч. Стиль ведущей. Магазин модной женской одежды «Леди Шарм». Торговый комплекс «Галакси». Первый этаж. Бутик 109. Телефон 8 950 386 8034. Отличное лето с абсолютом. Внимание! Скидки от 15 до 35% на товары для туризма и отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова